В Краснодаре Яндекс выкупил компанию. С 1 апреля заходит в Краснодар DD Taxi. Друзья, доброе утро! Сегодня у нас пятница. Я работаю в городе Краснодар по тарифу комфорт и эконом. В общем, стою в зоне кэфов. Планирую сегодня поработать примерно 10 часов, побыть на линии. Посмотрим, сколько сегодня будет заработок. Хочу поблагодарить своих подписчиков. Спасибо вам! Вы супер! Спасибо вам за то, что вы досматриваете видео до конца. Я, собственно, для вас это видео и снимаю. Огромная благодарность вам и специально для вас. Я в следующем видео сделаю ролик по теме комментарий от подписчиков. Это будет интересно. Подписывайся на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик. Друзья, важная информация по Краснодару. В общем, два дня назад такая ситуация у нас сложилась. Что в Краснодаре восьмибальные пробки. И, в общем, мне подписчики написали о том, что в Краснодаре Яндекс выкупил компанию Сатурн и везет. Вы представляете, Сатурн, сколько лет держалась эта компания, она сильная была. Реально водители верили, зарабатывали. Получилось так, что теперь Яндекс выкупил Сатурн и везет. Итог такой, что водители, которые работали в Сатурне и везет, они автоматически переходят в Яндекс. Чтобы вы понимали, получается так, что заказов намного стало меньше, коэффициентов практически по городу нет. То есть, 2-3 дня, неделя, я не знаю, сколько, вот предыдущая неделя, кэфов вообще очень мало было. То есть, идет пробка 8 баллов, но на самом деле, чтобы вы знали, коэффициентов не было. И здесь Яндекс отвечает техподдержкам о том, что в понедельник будет пересмотрена вот эта вся политика ихняя, то, что там диспетчерские будут подключены и все остальное. Ну, в общем, ждем понедельника, чтобы сервис нормально уже заработал. Водители, те, которые с Сатурна и с Везет сейчас с автоматом на Яндексе работают, у нас даже в группах на WhatsApp пишут о том, что помогите с программой разобраться, помогите, то помогите, это. Ну, в общем, теперь Яндекс в Краснодаре считаем так, что он один. Ребят, скажу вам информацию, с 1 апреля заходит в Краснодар DD Taxi. Это китайский агрегатор, который будет конкуренту CityMobile и Яндексу. Но Яндекс, видите, расширяет, как он тактику сделал. Так что, вот такие вот дела. Сегодня я работаю в 7 утра, потому что я каждый день выходил с часу, с двух, с трех дня. А сегодня решил в 7 утра выехать, спокойно поработать, без сильных пробок, потому что реально пробки надоели. Вчера стоял в Пашковском микрорайоне, за полчаса заработал 110 рублей. Ну, это вообще, это смешно, как бы. Потому что был футбол и 9 баллов пробка была. Даже до ближайшего заказа, там, километр проехать, это подача была примерно 15-20 минут. Если люди по наличке заказывали, вернее, они, не дожидаясь водителя, отменяли заказ. И думали, что с надеждой им быстрее машина приедет. А в итоге получилось так, что водитель потерял заказ, клиент потерял заказ. Неразбериха полная. Стою на 1 мая в зоне КЭФов. Если вы видите, все здесь горит. Ну, только смотрите, только 1 мая и Ставропольская. Все объездные они стоят. Как всегда в Краснодаре, дорожные работы, как тепло. Сегодня у нас, получается, 6,5 градусов тепла. Вот, сейчас выйдем на линию. Гарантированный доход сегодня 6,300. Это нужно сделать 35 заказов. Вот мы видим 32, 33, 34, 35. Вот, 6,300. Ну, за 12 часов, если пробок нет, вариант, конечно, сделать. Нажимаем кнопочку на линии и ожидаем первый заказ. Итак, друзья, поступил заказ непонятного происхождения. Они едут в немецкую деревню вот сюда. Вот, смотрите, по каким дорогам в Краснодаре катаются. Это вот на моем адресе такая вот дорога. Везде лужи огромные, везде мищи. Это улица Чепегинская. Везде грязь. Вот вам Краснодар. В общем, сейчас двигался я со стороны 1 мая в немецкую деревню. По времени у меня ушло 30 минут, 360 рублей заработал. Это я двигаюсь по немецкой деревне. Красиво здесь. Ресторанчик здесь такой нормальный. И вот, в общем, мы приехали. Это, в общем, ресторан немецкой деревни на самой горе находится. В Европе. Вот. Ребят, ну, в общем, ехал я с немецкой деревни на юбилейный. Сумма поездки вышла у меня 300 рублей. Время в пути 30 минут. Ребят, сейчас надо поехать заправиться. У меня там чуть-чуть остаток есть бензин. В общем, работаю я с 7 утра. Сделал 9 заказов. 1828 рублей. Это с вычетом Яндекс.Комиссии. Сегодня пятница у нас. Посмотрим, сколько сегодня заказов сделаем. Планирую примерно 10 часов работать. В общем, заправились. Сейчас вот звоним пассажирам уточнить, с какой стороны подъезжать. Все, пассажир махнул рукой. Я его вижу. Поехали. Итак, сейчас я вам покажу краснодарскую пробку. Вы скажете то, что у вас в городе такие пробки? Ну, посмотрим. Напишите в комментариях, у кого сколько баллов. Вы скажете то, что это жесть. В общем, с юбилейного я приехал в центр. Ехал 25 минут, заработал 300 рублей. Сейчас вот двигаемся в сторону аэропорта. Конечно, у нас сейчас дикая пробка опять. На самом деле, не знаю, баллов надо 8. Всем добрый вечер. Время у нас 19.48 и мы начинаем вечернюю смену. Посмотрим, сколько сегодня заказов у нас получится. Позже вам итоговую стоимость всех поездок, которые было сегодня, я выложу в этом ролике. Нажимаем кнопочку на линии и у нас в Краснодаре КЭФ. Сейчас будем бабки рубить. Поставим эконом-комфорт. Ждем первый заказ. Отлично. Плюс 150 КЭФ. Небан, у тебя регистратор тоже, да? Да, у меня здесь все. У меня камеры по кругу пишут. Выбирает, если меня снимает, реально. Да, она не снимает. Дорогу снимает. Нет, надеюсь, что вы говорили, она седает. Я слабая выкину. Сейчас я этого не фатологию куда-нибудь. Да, блин, прямой эфир. Узаканал. Ты сейчас записываешь канал, что ли? Нет, я пробку записываю. Ты не записываешь. Что ты там, слушай, дай. Что я включил? Он видеосъемку включил. Я видеосъемку снимаю, дорогу. Я вас-то не снимаю. У тебя из регистратора есть. А? Регистратор же есть. А он что, он дорогу тоже снимает. В чем прикол, Андрей? Друзья, добрый вечер. Пассажиры были с Невкипелова. 16. Двигались до центра. Сумма поездки была 377 рублей. Время в пути примерно полчаса я их вез. Приехали на место. Они мне ничего не говорят. Они молча уходят в аптеку. Я понял то, что они за лирикой пошли. Или еще какой-то. Ну, короче, наркоманы. Запомните, наркоманы. Пусть они смотрят этот ролик. Пусть им это будет стыдно. То, что они кинули таксиста, работягу. В общем, ушли в аптеку. Потом приходят, говорят, поехали обратно. Я говорю, у вас конечный адрес. Я говорю, в центре. Они говорят, не может быть такого суммы. 370 рублей. Я говорю, пятница. Коэффициенты. Цены бешеные. Поэтому может. Мы, говорит, не будем оплачивать. Я говорю, ну не будете. Я говорю, контент выложу. Все, короче. Они мне начали, короче, там бурагозить. Чуть ли не до драки, короче. Все это дошло. Короче, их двое было. А я один был на остановке. Там еще пассажиры, короче, были на остановке. В общем, никто ничего не захотел вписываться. Я подумал, что оно этого не стоит. Лучше я сделаю контент. Самое обидное то, что я потерял время. Сейчас я должен связаться с техподдержкой Яндекса. Чтобы они мне вернули промокод. Смену на 6 часов, либо на 12. Я не знаю. Но там сумма 370 рублей. И я сам не перевариваю наркоманов. Наркоманы, это всегда кидалово. Алкашня, наркоманы. Написал я в техподдержку. В общем, дали мне промокод на 3 часа. Скрин я приложу. Видео. В общем, работаем дальше. Время у нас 22.17. Посмотрим. Может, еще какие-то случаи будут. В общем, ребят, время 22.46. Сейчас поездка длилась у меня 20 минут. Заработал я 200 рублей. По Яндексу КЭФы упали. Но следующая поездочка мне поступила. Там два адреса. Время у нас 0.25. Заказы продолжают идти. Стоим в зоне КЭФов. Сделали мы, в общем, 18 заказов. Грязью 4.420. Пробег 162 километра. Итоговую сумму я вам скажу, как закончу смену. Поступил новый заказ. Начинаем работать. Мы в зоне коэффициентов. Время у нас 1.30. Это уже следующий день пошел. По деньгам я вам позже все выложу. Сейчас еду домой. И по пути буду еще брать заказы. Ну, если что, стрельнет, стрельнет. Если нет, значит нет, короче. Сегодня что-то все пьяные у меня. Получилось так, что реально он сейчас узбеков вез. Клиентов предыдущих. Ребят, доброй ночи. В общем, добрался я домой наконец-то. Мне по пути дали заказ домой. Отлично. Время не зря. Сейчас время 2 часа 22 минуты. Я работал всего 12 часов. Заработал 5000 грязью. 162 километра у меня пробег. Чистыми получилось у меня 3500 примерно. Спасибо всем, кто досмотрел мое видео до конца. Всем желаю респект. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. В общем, пишите комментарии, ребята.